Глава двадцать четвёртая. Коралловое царство. Я проснулся утром со свежей головой. К моему немалому удивлению я лежал в постели в своей каюте. Несомненно, и мои спутники тоже были перенесены в их каюту. Стало быть, они не больше моего могли знать, что произошло минувшей ночью. Оставалось лишь уповать, что какая-нибудь случайность раскроет в будущем эту таинственную историю. Мне захотелось подышать свежим воздухом. Но могу ли я выйти? Не заперта ли каюта на ключ? Я толкнул дверь. Дверь отворилась. И я узким коридором прошёл к трапу. Люк, запертый накануне, был открыт. Я вышел на палубу. Нэтленд с Канселем уже ожидали меня там. Я спросил, как они провели ночь. Но они ничего не помнили. Заснув вчера тяжёлым сном, оба друга очнулись только нынче утром и, к своему удивлению, в своей каюте. Наутилус Нэм и таинственен по-прежнему. Мы шли в открытом море с умеренной скоростью. На борту не чувствовалось никакой перемены. И напрасно Нэтленд впивался глазами в горизонт. Океан был пустынен. Канадец не заметил на горизонте ни паруса, ни полоски земли. Дул крепкий западный ветер. Наутилус переваливался с волны на волну. Запасшись кислородом, Наутилус опять нырнул под воду метров на пятьдесят. В случае необходимости судно легко могло всплыть на поверхность. Кстати сказать, в тот день, девятнадцатого января, маневр этот против обыкновения повторялся неоднократно. И всякий раз помощник капитана выходил на палубу и произносил традиционную фразу. Капитан Нэм и не показывался. Из команды я видел в тот день одного лишь невозмутимого стюарда, который, как всегда, молча и внимательно прислуживал за столом. Около двух часов пополудни в салон, где я проводил в порядок свои записи, вошел капитан Нэма. Я поклонился ему. Он молча кивнул мне головой. Я снова взялся за работу, надеясь втайне, что капитан заговорит о событиях прошедшей ночи. Но он молчал. Я взглянул на капитана. У него был утомленный вид. Покрасневшие глаза выдавали, что он провел бессонную ночь. Глубокая грусть, неподдельное горе наложили свой отпечаток на это волевое лицо. Он ходил взад и вперед по комнате, садился на диван, опять вставал, брал в руки первую попавшуюся книгу, тут же бросал ее, подходил к приборам, но не делал записей, как обычно. Казалось, он не находил себе места. Наконец, он обратился ко мне. Вы врач, господин Аронакс? Спросил он. Я был захвачен врасплох вопросом капитана и в недоумении молча смотрел на него. Вы врач? Повторил он. Многие ваши коллеги получили медицинское образование. Гроссиоли, Макентандон и другие. Да, отвечал я. Мне приходилось работать врачом. Прежде чем стать музейным работником, я был ординатором клиники и много лет занимался медицинской практикой. Отлично, сударь. Ответ мой, по-видимому, вполне удовлетворил капитана. Он, не зная, к чему он клонит речь, я ожидал дальнейших вопросов, рассудив, что отвечать буду в зависимости от обстоятельств. «Господин Аронакс», — сказал капитан, — «один из моих матросов нуждается в вашей помощи врача. Не могли бы вы осмотреть его?» «На борту есть больной?» «Да». «Я готов служить вам». «Идемте». Признаюсь, сердце у меня учащенно билось. Безотчетно болезнь матроса я ставил в связь с событиями минувшей ночи. И вся эта таинственная история занимала меня не менее самого больного. Капитан Немо провел меня на корму в Наутилус и отворил дверь в кабину рядом с матросским кубриком. Там лежал на койке мужчина лет сорока, с энергичным лицом чисто англосаксонского типа. Я подошел к постели. Это был не просто больной, это был раненый. Его голова, повязанная окровавленными бинтами, лежала на подушках. Я снял повязку. Раненый глядел на меня широко раскрытыми глазами. И пока я его разбинтовывал, не сдавал ни единого стона. Рана была ужасна. В черепной коробке, пробитой каким-то тупым орудием, образовалось зияющее отверстие, в которое часть мозга выходила наружу. Сгузки запекшейся крови в результате многочисленных кровоизлияний превращали разморженную мозговую ткань в красноватую кашицу. Тут наблюдалось одновременно явление контузии и сотрясения мозга. Дыхание больного было затрудненным. Лицо временами искажалось судорогой. То был характерный случай воспаления мозга с явлениями паралича двигательных центров. Я пощупал пульс. Сердце работало с перебоями. Пульс порою пропадал. Конечности уже начинали холодеть. Человек умирал. И ничем нельзя было предотвратить роковой конец. Я наложил на рану свежую повязку, оправил изголовье. Обернувшись, я спросил капитана Немо. — Каким орудием нанесена рана? — Не все ли равно? — уклончиво отвечал капитан Немо. От сильного сотрясения сломался рычаг машины. Удар пришелся по голове этого человека. — Ну как вы находите больного? Я колебался ответить. — Вы можете говорить, — сказал капитан. — Этот человек не знает французского языка. Я еще раз посмотрел на раненого и сказал. — Этот человек умрет часа через два. — И ничто не может спасти его. — Ничто. Рука капитана Немо сжалась в кулак. Слезы выступили на глазах. Я не думал, что он способен плакать. Несколько минут я не отходил от раненого. Электричество, заливавшее своим холодным светом смертный одр, еще усиливало бледность лица умирающего. Я вглядывался в это выразительное лицо, изборожденное преждевременными морщинами, следами невзгод и, возможно, лишений. Я ждал, что тайна его жизни раскроется в последних словах, которые сорвутся с его холодеющих уст. — Вы свободны, господин Аронакс, — сказал капитан Немо. Я оставил капитана одного у постели умирающего и вернулся к себе, чрезвычайно взволнованный этой сценой. Мрачные предчувствия тревожили меня весь день. Ночью я спал дурно, просыпался часто. Мне все слышались чьи-то тяжкие вздохи, похоронное пение. Не читались ли молитвы по усопшему на чуждом мне языке? На рассвете я вышел на палубу. Капитан Немо был уже там. Увидев меня, он подошел ко мне. — Господин профессор, — сказал он, — не угодно ли вам принять сегодня участие в подводной прогулке? — Вместе с товарищами? — Если они пожелают. — Мы к вашим услугам, капитан. — В таком случае будьте любезны надеть скафандр. Об умирающем или умершем ни слова. Отыскав Недолэнда и канцели, я передал им приглашение капитана Немо. Канцель обрадовался предстоящей прогулке, и канадец на этот раз охотно согласился принять в ней участие. Было восемь часов утра. В половине девятого, облачившись в скафандр и запашись резервуарами руки Ройля и электрическими фонарями, мы тронулись в путь. Двойная дверь распахнулась, и мы с капитаном Немо во главе, под эскортом двенадцати матросов, ступили на глубине десяти метров под водою на каменистое дно, на котором отдыхал Наутилус. Легкий вначале уклон для дна завершился впадиной с глубинами до пятнадцати сажений. Грунт дна под поверхностью Индийского океана резко отличался от грунта под Тихоокеанскими водами, где мне довелось побывать во время своей первой подводной прогулки. Тут не было ни мягкого песка, ни подводных прерий, ни зарослей водорослей. Я сразу же узнал волшебную область. Это было коралловое царство. Среди кишечно-полосных класса коралловых полипов, подкласса восьмилучевых кораллов, особенно примечательны кораллы из отряда горгониевых. Роговых кораллов, как то горгонии, белый коралл и благородный коралл. Коралловые полипы – занятные существа. Их относили поочередно к минералам, к растительному и к животному миру. Кораллы – лекарственное средство древних, драгоценное украшение в наши дни. Только лишь в 1694 году были окончательно причислены к животному миру марсельским ученым – пейсонелям. Кораллы – это скопление отдельных мелких животных, соединенных в полипняк ломким каменистым скелетом. Начало колонии кладет отдельная особь, прикрепившись к какому-нибудь предмету. Но колония получается в результате размножения почкованием одного полипа. Каждая новая особь, входя в состав колонии, начинает жить общей жизнью. Естественная коммуна. Мне были известны последние труды ученых, посвященные этим причудливым животным, которые разрастаются древовидными каменистыми колониями, что подтверждено тщательными исследованиями натуралистов. И для меня не было ничего более интересного, как посетить один из таких окаменелых коралловых лесов, которые природа взрастила в глубинах океана. Приборы Румкорфа были зажжены, и мы пошли вдоль кораллового рифа, находившегося в начальной стадии развития и обещавшего в будущем возвести барьерный риф в этой части Индийского океана. Вдоль дороги росли диковинные кустарники, образовавшиеся из плетеновидно переплетающихся между собой ветвей, усыпанных белыми шестилучевыми звездочками. Только в отличие от земных растений, коралловые деревца росли сверху вниз, прикрепившись к подножию скал. Свет наших фонарей, играя на ярко-красных ветвях коралловых деревьев, порождал изумительные световые эффекты. Мне казалось порою, что все эти уплощенные цилиндрические трубочки колышутся от движения воды, и мной овладевало искушение сорвать их свежие венчики снежными щупальцами, только что распустившимися или два начинавшие распускаться. Мимо нас, касаясь их своими плавниками, точно птицы-крыльями, проносились легкие рыбы. Но стоило моей руке протянуться к этим удивительным цветам, к этим чувствительным животным, как вся колония приходила в движение. Белые венчики втягивались в свои красные футляры, цветы увидали на глазах, а кустарник превращался в груду, пористых окаменелостей. Мне представился случай увидеть редчайшие обращики животных цветов. Благородный коралл здешних мест мог соперничать с кораллами, которые добываются в Средиземном море у французских, итальянских и африканских берегов. Поэтические названия «Красный цветок», «Красная пена», которые ювелиры дали самым лучшим экземплярам, вполне оправданы яркой окраской благородного коралла. Стоимость такого коралла доходит до 500 франков за килограмм, а здешние воды таили в себе сокровищницу, способную обогатить целую толпу искателей кораллов. Это драгоценное вещество, часто сросшееся с другими полипами, образует прочное и неразрывное целое, так называемые массивные колонии маккоиота. И тут мне посчастливилось увидеть прелестный образец розового коралла. Вскоре кустарники стали гуще, коралловые чаще выше. И, наконец, перед нами возникли настоящие окаменелые леса и длинные галереи самой фантастической архитектуры. Капитан Немо вступил под их мрачные своды. Дорога все время вела под уклон, и постепенно мы спустились на глубину 100 метров. И когда свет наших фонарей касался порою ярко-красной, шероховатой поверхности этих коралловых аркад, и навесы свода, напоминавшие люстры, загорались красными огоньками, создавалось волшебное впечатление. Среди кустиков кораллов мне встречались другие, не менее любопытные кораллы. Мелиты, ириды с членистыми разветвлениями, пучки коралин, зеленые, красные, настоящие водоросли с перисто разветвленным, сильно инкрустированным известью слоевищем. После долгих споров натуралисты окончательно приобщили их к растительному миру. Как сказал один мыслитель, быть может, это и есть та грань, где жизнь смутно пробуждается от своего окаменелого сна, но не имеет еще сил выйти из оцепенения. Наконец, часа через два мы достигли глубины 300 метров под уровнем моря. Короче говоря, того предела, где завершается процесс последовательного развития кораллового рифа. И коралловые известняки при их ветвистом строении приобретают формы древовидных окаменелостей. То не были одинокие кустики, скромно напоминавшие рощицу колонии полепников. То были дремучие леса, величественные известковые заросли, гигантские окаменелые деревья, переплетенные между собой гирляндами изящных плюмарей. Этих морских лиан, всех цветов и оттенков. Мы свободно проходили под их ветвистыми сводами, терявшимися во мраке вод. А у наших ног турбиноиды, остреи, меандрины, фунгии и кораллы феяли расстилали с цветным ковром, осыпанным сверкающей пылью. Какое непередаваемое зрелище! Почему не могли мы поделиться впечатлениями? Почему были мы в этих непроницаемых масках из металла и стекла? Почему наш голос не мог вырваться из их плена? Почему не можем мы жить в этой водной стихии, как рыбы, или еще лучше, как амфибии, которые живут двойной жизнью, привольно чувствуя себя и на суше, и в воде? Между тем капитан Немо остановился. Остановились и мы. Обернувшись, я увидел, что матросы выстроились полукругом позади своего начальника. Вглядевшись, я рассмотрел какой-то продолговатый предмет, который несли на плечах четыре матроса. Мы стояли посреди обширной лужайки, окруженной как бы высеченным в камне подводным лесом. В неверном свете наших фонарей на землю ложились гигантские тени. Вокруг царила глубокая тьма. И лишь порою, попадая в полосу света, вспыхивали красные искорки на грани кораллов. Нетленд и канцель стояли рядом со мной. Мы ждали, что будет дальше. И вдруг у меня промелькнула мысль, что нам предстоит присутствовать при необычной сцене. Оглядевшись, я заметил, что то тут, то там виднеются невысокие холмики, покрытые известковым слоем и расположенные в известном порядке, изобличающем работу рук человеческих. Посреди лужайки на возвышении, воздвигнутом из обломков скал, стоял коралловый крест, раскинувший свои длинные, как бы окровавленные руки, обратившиеся в камень. По знаку капитана Немо один из матросов вышел вперед и, вынув кирку из-под пояса, стал вырубать яму в небольших, в нескольких футах от креста. Я понял все. Тут было кладбище, яма, могила, а продолговатый предмет тело человека, умершего ночью. Капитан Немо и его матросы хоронили своего товарища на этом братском кладбище в глубинах океана. Никогда я не был так взволнован, никогда я не испытывал такого смятения чувств. Я не хотел верить своим глазам. Могилу рыли медленно. Спугнутые рыбы метнулись в сторону. Я слышал глухой стук железа об известковой грунт и видел, как разлетались искры при ударе кирки о камень, лежавший в глубинных водах. Яма становилась все длиннее и шире, и вскоре стало достаточно глубока, чтобы вместить человека. Тогда подошли носильщики. Тело, обернутое в белую весоновую ткань, пустили в могилу, полную воды. Капитаны и моего товарищи сложили руки на груди, преклонили колено. Могилу засыпали обломками выкопанного грунта, и над ней образовалась невысокая насыпь. Когда все было кончено, капитаны и его товарищи, опустившись на одно колено, подняли рук, руки в знак последнего прощания. Затем похоронная процессия тронулась в обратный путь. Мы снова прошли под аркадами подводного леса, мимо коралловых рощиц и кустарников. Путь неуклонно вел в гору. Вдали мелькнул огонек. Мы шли на этот путеводный огонь и через час взошли на борт Наутилуса. Переменив одежду, я поднялся на палубу и сел около прожектора. Я весь был во власти мрачных мыслей. Вскоре ко мне подошел капитан Немо. Я встал. Как я и предвидел, сказал я, этот человек умер ночью. Да, господин Аронакс, ответил капитан Немо. И он покоится теперь на коралловом кладбище рядом со своими товарищами. Да, забытый всеми, но не нами. Мы вырыли могилу, а полипы замуруют наших мертвых в нерушимую гробницу. И капитан Немо, закрыв лицо руками, напрасно старался подавить рыдание. Обладив собой, он сказал, там на глубине несколько сот футов под водою наше тихое кладбище. Ваши мертвые спят там спокойно, капитан. Они недосягаемы для акул. Да, сударь, сказал капитан Немо, и для акул, и для людей. И для людей. Продолжение следует...